Здравствуйте! Это программа «По существу». Меня зовут Ирина Волкова. Сегодня поговорим о платежах за коммунальные услуги, о тарифах. Гость нашей студии Ирина Николаевна Крылова, заместитель руководителя госслужбы Чуваши по конкурентной политике и тарифам. Здравствуйте! Здравствуйте! Ирина Николаевна, первый вопрос. Раньше услуги по теплоснабжению нам оказывала компания «Коммунальные технологии». Сейчас же это МУП «Теплосеть». Хотелось бы узнать, изменится ли в связи с этим наш платеж за коммунальные услуги? Действительно, с сентября месяца теплосетевое имущество в связи с расторжением договора аренды по суду было возвращено обратно в муниципальную собственность и впоследствии передано в хозведение МУП, вновь созданная организация МУП «Теплосеть». Так как услуги в сфере теплоснабжения – это регулируемые государственные виды деятельности, понятно, что у данного предприятия возникла необходимость выйти в органы регулирования, в нашу службу, в Государственную службу Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам, за установлением и утверждением тарифа. Процедура установления тарифа регламента установлена постановлением правительства, предоставив заявление, все обосновывающие документы, значит, органы регулирования, проведя экспертизу, тарифы установил данному предприятию на 7 видов услуг в сфере теплоснабжения. Если сравнивать тарифы, мы сейчас говорим тарифы, которые действовали для ООО «Коммунальные технологии» и для МУП «Теплосеть», то тарифы для МУП «Теплосеть» установлены в меньшем размере, чем были у ООО «Коммунальные технологии». Если мы говорим о тарифе на производство тепловой энергии, значит, то тариф для, значит, если тариф, который действовал для ООО «Коммунальные технологии», то он составлял 1759 рублей 97 копеек, то сегодня потребители за одну гикокалорию будут платить на 21 рубль 35 копеек меньше, то есть тариф МУП «Теплосеть» установлен в меньшем размере, и его размер составляет 1738 рублей 62 копейки. Также в меньшем размере установлены и тариф на теплоноситель, который поставляется в горячей воде, так как мы сегодня оплачиваем в горячей воде двухкомпонентный тариф, компонент – это тепловая энергия, то есть то, что я говорила, мы установили на 21 рубль 35 копеек меньше, и тариф «Теплоноситель» в открытых системах. То есть если раньше для общества действовал тариф 44 рубля 8 копеек, то для МУП «Теплосеть» тариф за один куб теплоносителя установлен в размере 33 рубля 83 копейки. Так как я уже говорила, что данные компоненты являются составляющей тарифа на горячую воду, соответственно, и тарифы на горячую воду для потребителей города Чебоксар, которые получают тепловую энергию и горячую воду от МУП «Теплосеть» уже, потребитель будет платить меньше за данные тарифы. Ну, коммунальные технологии, они же и говорили, что тарифы, наоборот, были необоснованно занижены для них, и они не могли покрывать свои расходы. Как так вот получилось? А сейчас, наоборот, даже меньше еще установлен тариф. У нас была такая ситуация, да, общество ежегодно, обращаясь в службу тарифа, значит, всегда обращалась с заявлением о росте тарифов в 2-2,5 раза выше, чем им сегодня было установлено. Если мы говорим о сравнении тарифов, ну, наверное, начну со статистических данных, то если смотреть тариф, который сложился в среднем, допустим, на сентябрь месяц в регионах Приворского федерального округа, то Чуваши средний тариф 1720 рублей. Мы занимаем третью позицию снизу, значит, и среди 14 регионов. Если мы вот в это ранжирование поставим тариф, который действовал для коммунальных технологий, то есть 1759 рублей 97 копеек, то он своей дороговизной, значит, обгоняет такие регионы, как Татарстан, Самарская область, Чувашия, Кировская, Пензенская, Пермский край, Оренбургская область и займет 9 место. То есть говорить о том, что низкий тариф, даже в сравнении с, значит, мониторингом цен тарифов, которые действуют в Приворском федеральном округе, видно, что не самый маленький и не самый низкий тариф. Также для сравнения могу предложить метод сравнения по методу альтернативной котельной. А что это за метод? В конце 2017 года в законодательство о цепоснабжении были внесены соответствующие изменения, которые сегодня позволяют региональным органам власти и муниципальным органам власти в добровольном порядке переходить на целевую модель тепловой энергии на территории муниципального образования. Это говорит о том, что все взаимоотношения в сфере тепоснабжения складываются на договорной свободной основе, но при этом потребитель защищен предельной ценой на тепловую энергию, конечной которой является цена, ее устанавливает также орган регулирования. Выше этой цены ни один из поставщиков тепловой энергии реализовать не может свои услуги. То есть она неким максимумом определяется и больше нельзя. Тариф по методу альтернативной котельной считается методом так называемого бетчмаркинга, то есть сравнение с альтернативным источником теплоснабжения на базе построенной современной котельной. То есть все передовые технологии в этот тариф включают стоимость строительства, как котельной, так и самих сетей, подключение к сетям инженерной инфраструктуры и, соответственно, содержание котельной. Вот поэтому и называется этот метод альтернативной котельной. Вообще ознакомиться с этим методом и посчитать, как складывается тариф по этому методу, может вообще любой человек, у которого есть доступ в сеть интернет. На сайте Минэнерго разработан, заходишь, там разработан в информационном порядке некий шаблон. Туда заводишь только, значит, наименование региона, наименование муниципального образования и вид используемого топлива. И тут же выходит цена. Цена без НДС, то есть ее каждый потребитель может увидеть. Она разработана в информационном порядке для того, чтобы любой человек мог зайти и посмотреть. Мы провели точно такие же действия. И, зайдя на сайт, посмотрели, что в городе Чебоксары, в случае выбора целевой модели теплоснабжения, значит, максимальный тариф в городе Чебоксары должен был бы составить 1784 рубля с учетом НДС. Значит, тариф коммунальных технологий был 1759 рублей 97 копеек. То есть всего на 1,35% меньше, чем тариф для максимальной предельной тарифа, если целевая модель теплоснабжения была бы выбрана. Но при этом хочу еще раз отметить, данный тариф альтернативной котельной содержит, как я уже говорила, стоимость строительства котельной, стоимость строительства сетей от 300 до 850 метров, стоимость подключения ко всем инженерным сетям газа, электро, водоснабжения, водоотведения, стоимость земельного участка, а также туда входят срок возврата инвестиций в течение 10 лет. То есть если все эти затраты капитального характера мы убираем, то расходы чисто на содержание по методу альткотельной предельно остаются 1200 рублей за 1 гикокалорию. Если все затраты капитального вложения и связанные тоже с амортизацией мы уберем из тарифа коммунальных технологий, то их тариф составит 1600 рублей. То есть видите, какая получается ситуация? Да, совершенно верно. Получается, что... То есть говорить о том, что тариф маленький и его недостаточно, и сразу понятно становится, что если бы на территории муниципального образования города Чебоксары была бы выбрана целевая модель, то обществу пришлось бы задуматься над дальнейшей своей деятельностью, пришлось бы в любом случае оптимизировать свои расходы, чтобы не допускать издержек и быть конкурентоспособным, чтобы выдерживать ту цену, которая является предельной. Но еще хотелось бы, конечно, сказать о том, что тариф коммунальных технологий содержит в себе, значит, и, как я уже говорила, расходы на ремонт основных средств, расходы на реализацию инвестиционных программ. К примеру, за 2015-2017 год в тарифах общества было заложено средственно-капитальный текущий ремонт почти 450 миллионов рублей, из которых общество выполнило всего 238,3 миллиона рублей. Или, если быть в процентах, говорить об этом, это 53%. Совершенно верно. За этот же период, если в инвестиционной программе были заложены 195,5 миллионов рублей, то освоение составило всего 8,7 миллионов рублей. Это 4,5%. То есть инвестиции и ремонты, которые были заложены в тариф, которые оплачивались потребителям, фактически обществом обязательства эти не исполнились. Но при этом общество также наращивало долги, запотребленные энергоресурсы, перед ресурсоснабжающими, энергоснабжающими организациями, ну и, соответственно, не платило за аренду имущества, которым владела. Значит, естественно, такое дальнейшее положение наличия значительной задолженности. Значит, невложение денежных средств, которые были предусмотрены в тарифах в теплосетевое хозяйство, могло бы, конечно, привести к необратимым последствиям. Вплоть до прекращения подачи тепла в наши дома, в наши квартиры, в тепла, горячей воды. И, конечно же, такая ситуация, это недопустимо было бы. И благодаря, в первую очередь, конечно, главе Чуважской республики, потому что данный вопрос, данная проблема была взята им под жесточайший контроль. И благодаря слаженным действиям администрации города Чебоксаров и органы исполнительной власти, имущество муниципальное, оно вернулось обратно в муниципальную собственность и передано хозяйственное ведение муниципальному предприятию. Что касается судов, то действительно, начиная с 2016 года, общество ежегодно оспаривает наше постановление, говорит о том, что тарифы установлены неправомерно, и пытается, да, спорить. Но в связи с несовершенством законодательства суды принимают по одной и той же статье абсолютно противоположное решение. Вот, например, у нас с Верховным судом Российской Федерации при разрешении спора о правомерности учета нами технологических потерь в тарифе на тепловую энергию, на производство тепловой энергии, где мы учли нормативные потери, Верховный суд сказал, что мы сделали все правильно, так как обществом не исполняется ни инвестиционная программа, ни программа ремонтных работ, счел наши действия правомерными, так как мы учли нормативные потери. Абсолютно по такой же статье, но в другом тарифе, тарифе на передачу тепловой энергии от источника ПАУТА+. Несмотря на то, что условия оставались те же самые, также не выполняется ремонт, также не выполняется инвестиционная программа, Верховный суд сказал, что орган регулирования неправомерно, не заложил обществу фактические расходы. Вплоть до абсурдов складывается ситуация. Казалось бы, при одной и той же норме законодательства, при одних и тех же исходных, суды, тем не менее, принимают разные решения. Эти сверхномотивные потери, которые образуются у общества, их можно было бы избежать, если бы своевременно ремонтировались сети, вкладывались бы те деньги, которые предусматривались в тарифе. Ведь потребители, мы же с вами за счет тарифа оплатили, раз в тарифе был заложен ремонт, раз в тарифе были заложены инвестиции, и мы с вами, когда оплачиваем тепловую энергию, горячую воду, оплачиваем эти инвестиции и капитальный ремонт. То есть у общества, в принципе, возможность осваивать эти деньги была. Ну, значит, имея на руках такие решения судов, общество выходит в суд о компенсации ему убытков в следствии принятия органом регулирования правоверного акта. Однако при этом в суде еще необходимо доказать, что, значит, именно принятие нормативного акта стало причиной получения убытков, а не включения, к примеру, в тариф экономически необоснованных расходов. То есть здесь тоже не все так просто. Суды смотрят всю эту позицию, и на сегодняшний день каких-либо решений судов от компенсации обществу убытков нету, отсутствует, пока не принято. Скажите, а вот результаты таких споров не повлияют на кошельки потребителей? Нет, ни в коем случае. Ну, во-первых, у нас сегодня общество на территории города Чебоксары больше не является единой теплоснабжающей организацией. Соответственные тарифы, как для единой теплоснабжающей организации, у них отсутствуют. Ну, во-вторых, рост платы граждан у нас сегодня регулируется путем установления ежегодных предельных индексов роста тарифов. Так, значит, на 2018 год, с 1 июля 2018 года предельный индекс роста платы граждан Чувашской республики в среднем установлен 3,9%. То есть выше, чем, значит, в среднем по Чувашской республике платеж с 1-го, со 2-го полугодия, вернее, 2018 года больше, чем 3,9% составить не может. Значит, и рост платы граждан у нас находится на постоянном контроле главы Чувашской республики, в исполнении поручения которого мы ежемесячно проводим мониторинг в соответствии платы граждан установленным индексом и не допускаем, чтобы не допущение его превышения. И проведенный такой мониторинг, например, за сентябрь месяц у нас показалось, что средний рост платы граждан по Чувашской республике у нас составил 3,6%, что в рамках ограничений, которые установлены правительством Российской Федерации. Реализуются также меры социальной поддержки гражданам, которые нуждаются в этом. В целях реализации поддержки населения в республиканском бюджете Чувашской республики постоянно предусматриваются средства на предоставление такой субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. И любой гражданин сегодня может проверить свое право на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, просто придя, обратившись в органы социальной защиты по месту жительства. Ирина Николаевна, спасибо за подробное объяснение и содержательный разговор. Я еще раз напомню, что сегодня у нас в гостях была Ирина Николаевна Крылова, заместитель руководителя госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова